В Черкесске на базе Республиканской клинической больницы выведен из резерва еще один госпиталь. Он рассчитан на 80 коек и оборудован всем необходимым для оказания помощи пациентам, а также для диагностики и лечения сопутствующих заболеваний. Более подробно о работе госпиталя мы поговорили с главным врачом Карачаево-Черкесской Республиканской клинической больницы Ириной Гербековой. Ирина Дышаловна, расскажите, пожалуйста, про госпиталь, который сегодня открыт на базе Республиканской больницы. Каковы его мощности и, в принципе, готовность к принятию пациентов? Необходимость открытия нашего госпиталя существовала и обусловлена тем, что к нам пойдут пациенты, у которых имеется сопутствующая патология именно нашего профиля. Это пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом. Это те пациенты, которые имеют какие-то вмешательства на сердце, на сосудах и так далее. То есть это те пациенты, которыми мы в обычном режиме и занимаемся. Мы готовы были к открытию этого госпиталя давно, ждали распоряжения Министерства здравоохранения нашего. И вот мы таким образом пришли на помощь к городской больнице. Потому что эти пациенты, до этого наши пациенты попадали в госпиталь при городской больнице. Я просто хотела подчеркнуть, что в госпитале работает опытная бригада. Это те сотрудники, которые работали в первой волне и которые проявили себя с лучшей стороны. Но то же количество пациентов сохраняется. Это будет где-то около 80 человек, 70-80. Но при этом бригады, которые работают, в меньшей численности. Мы учли все моменты первого этапа и с учетом этого сформировали бригады. В целом сейчас в госпитале будет работать 51 человек. Не считая тех, кто помогает у нас в сопутствующей службе. Это врачи УЗИ, врачи КТ, врачи клинической лаборатории. Это те, которые в постоянном режиме будут помогать работе в госпитале. Но я думаю, что мы таким образом поможем и республике, и тем учреждениям, которые уже открылись. Потому что мы возьмем на себя наиболее сложную составляющую этих пациентов. Многие жители республики сегодня переживают, что из-за открытия госпиталя на базе республиканской больницы жители не смогут в полной мере получать плановую помощь. Как Вы могли бы прокомментировать этот момент? Я хочу подчеркнуть, что никак не нарушается работа плановая. Мы продолжаем принимать плановых пациентов. Эти потоки совершенно разделены. Они никак не смешиваются. Даже въезд в госпиталь у нас происходит с другой улицы, в другой въезд, в другие ворота. И они совершенно разделены по потокам. Это отдельно стоящее здание со своей собственной вентиляцией, со своей системой отопления. То есть они никаким образом не имеют отношения к остальным зданиям нашей больницы. Поэтому пациенты могут совершенно спокойно к нам обращаться. Мы продолжаем выполнять всю высокотехнологичную помощь, всю плановую помощь по всем специальностям. Единственное сейчас обязательное требование – это наличие теста на ПЦР отрицательного у пациентов, которые идут на плановую госпитализацию. Ну и наличие всех анализов. В том числе, конечно, обязательно рентгенография грудной клетки или КТ грудной клетки. То, что сейчас является обязательным условием. При наличии этих всех обследований плановая госпитализация проводится так же. Конечно, с учетом санэпидрежима, с учетом ситуации сейчас противоэпидемической. Безусловно, ужесточен санэпидрежим больницы самой в целом. В частности, сейчас не разрешается посещать пациентов. Ну, вы знаете, наш менталитет. Мы очень любили ходить с семьями, друзьями, компаниями в больницу. Сейчас этого нельзя делать. Мы организовали прием передачи через гардероб, через санитарок. Есть телефон, по которому они приглашаются, принимают. Я еще раз хочу подчеркнуть, это как раз для блага жителей республики, для блага тех пациентов, которые к нам попадают. Потому что никто намеренно не придет, конечно, заражать окружающих. Но человек просто может не знать. Из-за того, что у ковида такая интересная история, что он 14 дней человек может ходить и быть опасным для окружающих. Но при этом не знать. Именно из-за этого мы пытаемся наших больных, от этого предостеречье наших больных ограничить. Поэтому и ухаживающие, которым все равно разрешено, если пациент тяжело нуждается в уходе, мы, безусловно, разрешаем ухаживающим присутствовать. Но при этом они тоже должны иметь обязательно маски на ПЦР отрицательные. Более того, если ухаживающий длительно находится в больнице, то он должен их повторять. И третий момент, который касается ухаживающих, мы не разрешаем им тогда покидать больницу. Для них передачи из дома должны приносить. Проблема в том, что никто не знает, когда и где он может заразиться. К сожалению, вот такая вот сейчас с этим ситуация с посещениями и с уходом. Во всем остальном больница работает в обычном режиме. Работают абсолютно все наши подразделения. Что касательно персонала, который сегодня работает у вас в госпитале, кто эти люди, готовы ли они полностью к выполнению своих обязанностей? Так же, как все остальные госпиталя и все работающие в них сотрудники, наши сотрудники обучены специально по ковиду, имеют специальные сертификаты, имеют обследование, разрешение. И более того, почти половина сотрудников имеет уже иммунитет. Всех своих сотрудников мы проверили на антитела, и большая из них часть уже переболели, в какой-то форме в легкой перенесли. Они все работают. Кстати, в госпиталь пошла работать доктор, которая в том числе привелась от ковида, и в который уже вырабатывается иммунитет. И это тоже интересно, потому что, вы знаете, у нас появились несколько сотрудников, да, и у четверых из них уже сейчас имеется достаточно неплохой иммунитет. Хотя только вчера произошел второй этап, позавчера, ну, вчера, да, второй этап вакцинации. Часть вчера, часть сегодня. И эти сотрудники тоже будут принимать участие в работе в госпитале. Что касательно обеспеченности СИЗами и лекарствами, всего ли сегодня хватает в вашем госпитале? Касательно лекарств, да, СИЗов, спасибо Министерству здравоохранения, мы обеспечены СИЗами, да, и мы имеем лекарства, они остались у нас еще и от первого этапа, специализированные лекарства от ковида. Ну и плюс мы готовились, мы знали, что мы откроемся, поэтому мы сделали определенные запасы, поэтому сейчас с этим у нас все благополучно. Лекарства, десредства, СИЗы, все абсолютно готово. В прошлый раз у нас сотрудники проживали в нашем терапевтическом корпусе, и это очень сильно осложнило работу учреждения, мы были вынуждены перейти все в хирургический корпус. Это был дополнительный риск для пациента, потому что такая скученность тоже, конечно, она непозволительна. В этот раз из-за того, что, во-первых, часть сотрудников имеет уже иммунитет, во-вторых, часть сотрудников может проживать изолированно в своих квартирах, то есть имеет возможность жить по одному. И плюс мы сняли несколько квартир для сотрудников, которые будут там проживать, сейчас это разрешается, то есть они будут находиться, приезжать, уезжать. А возможности здесь, спецобработки, принятие души и прочее, это все обеспечено. То есть по СанПинам они совершенно спокойно заходят, выходят, и некоторых сотрудников мы будем возить на своих машинах, поэтому все это продумано. За счет только этого мы сохраняем плановую помощь, за счет этого мы не закрываем терапевтический корпус.